Михаил Макиянко, как бабы Яги, сказку спасали. Глава 4. Увольнение отменяется. Макий Бедных был хорошим солдатом. Командиры всегда доверяли ему самые сложные задания, он всегда их успешно выполнял. За хорошую службу ему дали увольнительную. Сегодня к нему приезжает его невеста Маша, и они целый день будут вместе. Макий стоял в одних трусах и в майке тщательно гладил свою парадную форму. Он уже заканчивал, когда появился старшина. Фамилия старшины была Кащеев. Это был какой-то странный старшинар. Когда Кащеев своим мощным голосом отдавал команды, солдаты чувствовали в нем какую-то страшную силу. Но стоило солдатам всем вместе встать в строй, как он становился совсем другим. Глаза его испуганно бегали, голос делался заискивающим и неуверенным. — Бедных! — прогремел мощный голос старшины. Макий вздрогнула от неожиданности. Руки сами вытянулись по швам, и он четко, проверенно произнес. Рядовой бедных завершает утюжку парадной формы для увольнения. — Маша моя приезжает! — радостно добавил он уже совсем не по-военному. — Я должен тебя огорчить, сынок. Дело в том, Макий, что увольнение твое отменяется. У Макея перехватило дыхание. — Что случилось? — Кто-то прослушивает наш полевой телефон, — сказал старшина. Товарищ дятел приказал найти шпиона и обезвредить ему голову. — Ну, почему я? — Больше некому, все на учениях. В глазах старшины сверкала непонятная радость. — Но, товарищ старшина, молчать! — гаркнул Кощеев. Лицо его стало злым и страшным. Таким Макей его никогда не видел. На выполнение боевого задания шагом марш! Макей выпрямился, четко повернулся и, как был в трусах и в майке, замаршировал к двери. — Стой! — скомандовал старшина. — Оденься, солдатик. Вдруг как-то по-домашнему произнес он. Макей аккуратно сложил парадную форму и стал надевать повседневную полевую. — Значит, так продолжал Кощеев. — Пойди в оружейную комнату, выберешь штык, нож поострее, да автомат поприцельнее. Вот тебе вещмешок. Там сухой паек, хлеб и краюха и пакетик супа. Вермишелевого. С мясом. С рисом. Макей закончил одеваться. Перед старшиной стоял бравый солдат. Взглянув на него, старшина сразу переменился. Руки его почему-то затряслись, глаза забегали. — Ты, Макеюшка, уж не подведи, — умоляюще сказал Кощеев и с улыбочкой добавил. — А Маша приедет, я ей все объясню. Макею было очень горько и тоскливо. На службе есть служба. Неужели я так и не встречусь с Машей, — подумываю. — Встретишься, — произнес старшина. Лицо его снова стало злым. Макей был поражен. — Ступай и не забывай царицу наук, строевую подготовку. От нее мысли яснеют. Когда Макей ушел, старшина подошел к койке Макея и достал из его тумбочки фотографию. С фотографией на него глядела девушка небывалой красоты. — Так вот ты какая, Маша! Ну-ну! С этими словами он положил фотографию обратно в тумбочку и растворился в воздухе. Продолжение следует...